Добрый день, друзья! С вами Евгения и вы на моем крымском канале. Друзья, мы уже давно достаточно путешествуем по Турции, но в основном мы, конечно, на окраине Анталии. Вот сейчас вы видите, для эффекта, для впечатлений, вот так выглядели античные города. И мы посещаем с вами Перге. Вот сейчас, друзья, еще напоминаю, потому что сегодня немножечко историй хочу рассказать. Посмотрите на эти прекрасный ряд колонн и немножечко расскажу вам, друзья, о истории самого города Перге, который находится на границе Анталии. Кстати, хочу еще один важный момент сказать, что вот эти колонны, их было не видно, ведь они поддерживали крыши. И когда мы смотрим на план, то, конечно, сейчас как бы остовы этих построек, а так это были крытые галереи. Итак, друзья, Перге расположен в границах округа Аксу, но это написано 18 километров, мне кажется, это ближе. Восточнее Анталии, древний город, заселен еще с доисторических времен. И после 1200 года до нашей эры Перге является городом сначала Ахейцев, затем Греков и других переселенцев Анатолии. И Перге был весьма известен, занимал значимое место в эпоху Хеттской империи с 1265 до 1215 года до нашей эры. Друзья, видите, какая древность. Ну, говорят, что еще в Бронзовом веке находились здесь подтверждения поселений, то есть, ну, место благодатное, видимо. Друзья, ну, Александр Македонский в 1333 году до нашей эры, во время захвата, город открыл ему ворота, поэтому он пощадил и разрушению город не подвергся. Конечно, самый золотой век, друзья, это античность, греческий период сначала, затем римский период и последний золотой век на исторической сцене Перге ознаменован распространением влияния христианства в регионе. И именно этот период стал началом новой эпохи. Ну, вот, свидетельства христианских, там кое-где кресты, мы видим каких-то символов, вот нам говорят о том, что и построены базилики, это был уже 7-8 век. Конечно, развитие этого прекрасного места благодатного обязано все реке Аксу, еще она называлась Кестрас. Река была судоходная, полноводная, она приносила жизнь в город, вы видели много раз. Я показывала каналы, которые прорезают восточную, западную и южную, северную, то есть крестообразные, вот так были пересечены улицы, везде вот эти водные такие каналы, которые приносили жизнь. Но в 7-8 веке заболотилась река, обмелела, может быть, очень много сельскохозяйственных угодий было, и вот как бы все начало приходить, конечно, в упадок. Так, жители Пирге поклонялись многочисленным богам и богиням, конечно, самое главное, это богиня Артемида, она особое место занимала. Ну вот расположение храма, друзья, вот там дальше на холме, много раз я вам уже тоже это показывала, вот там, видите, слева, вот холм. И, конечно, его ищут, до сих пор не нашли эти развалины, но свидетельства есть, потому что чеканилась монета с изображением Артемиды, вот, и в свидетельствах историков тоже осталось. Так, сейчас вы видите, друзья, вот такие небольшие помещения. Кстати, хочу вам сказать, что в античности помещения были очень маленькие, куда бы мы ни заходили, это вот действительно истинный порог того дома, или это лавки, магазины были. Вот это вот родные стены, сохранились вот эти перемычки в стенах, это все сохранилось подлинно. И, конечно, многочисленные колонны, тут еще тем архитекторам, которые восстанавливают, ну, для туристов, чтобы это было понятно, что и где, и как. Сейчас мы с вами зашли в глубину квартала, вот где-то в каком-то фильме, может быть, даже в конце этого, я не помню, я уже очень много сняла всего, макеты. Когда вы увидите макет, то там увидите целые просто громадные кварталы, то есть вот улицы пересекают, а внутри квартала ведь были дома, постройки с малюсенькими улочками. То есть жили скромно, возможно, это обычные люди здесь жили, хотя это улица центральная мы идем, но в глубине жили обычные люди. В начале, конечно, дворцы стояли. Вот это все, что заложено, это уже сейчас сделано для того, чтобы, ну, как-то показать очертания этих небольших комнат. И, друзья, сегодня что у нас происходит в нашем путешествии? Мы, вот это все один длинный, ой, какой розовый прекрасный мрамор в свое время, вот такая красивая порода мрамора была. Видите, сейчас все это разваливается, ну, конечно, под дождями, под ветрами, под солнцем. Ну, я отвлекаюсь. Друзья, сегодня мы возвращаемся, обойдя полгорода, мы возвращаемся по центральной улице вот к входу. И сегодня наше путешествие первый день заканчивается. Я сделаю небольшой перерыв, покажу вам интересные там какие-то вещи другие, о Крыме чуть-чуть расскажу. Вот, и мы с вами еще продолжим. Надеюсь, что есть среди вас такие любители, которые, в общем, будут ждать продолжения. Это будет второй день. Вот, видите, это стены реальные, стены реальные пороги, друзья. Нам, конечно, с Андрюшей потребовался второй день, и мы посвятили его с раннего утра до позднего вечера обследованию другой половины. Мы покажем вам интересную улицу, где гимнасии, потом у нас с вами пропеллеи, ворота, вот эти центральные я тоже покажу, башни круглые, которые являются тоже еще одним входом. Ну, в общем, у нас еще по курсу там еще много. И, конечно, музей скульптуры. Сейчас, надеюсь, вам очень интересно то, что вы реально видите, вот постройки здесь стояли, здесь жили везде люди, отшумели века, и какая-то жизнь. Вот эти колонны, друзья, которые мы видим и которыми так восхищаемся, их было не видно, они были под крышей. Вот этот узкий проход, смотрите прямо, видите узкий проход? Это была крыша сверху, а колонны ее поддерживали, и, возможно, это были подходы к магазинам или подходы, центральный вход, допустим, в какой-то дворец. То есть, вот это мало кто понимает, люди думают, что вот так колонны для красоты стояли. Нет, конечно, это поддерживающий элемент строительной конструкции. Ну и, конечно, это все было вымощено. Вот сейчас вы видите Агору, это в следующем моем день, следующий репортажи будут снова. Агора, это центральная площадь, мы как раз к ней сейчас приближаемся, где происходили различные события. И, конечно, это была рыночная площадь. Друзья, даже там нашли туалет, вот канализацию в нашем современном, представляете ли, понимании. А все это, в общем, второй век до нашей эры и датируется. Вот она, Агора, мы подходим уже к этой. Это, в общем, рыночная площадь, вот ее круглая. А я потом еще более подробно буду рассказывать, сейчас в двух словах. И это эллинистические башни две, у них их реконструировали. Это самая старая, одна из самых старинных построек. Она к третьему веку до нашей эры относится, вот эти две башни. И там такое крыло было выстроено. Это была богатая женщина, которая выстроила вот такой торжественный парадный вход. Сейчас, конечно, не очень тут понятно. Но их реставрируют, частично как-то восстанавливают. Ну, чтобы было понятно. Вот эти вот полукруглый такой вход, арки как бы две. А вот это Планкия Магна. Это была очень значительная женщина. Она была жрицей храма Артемиды. Ну, в общем, еще много должностей занимала в городе такая видная дочь сенатора и жена тоже известного человека. Вот, друзья, посмотрите на колонны. Видите, их просто, когда это все мастили, их просто где чего валялось, положили, чтобы туристам было удобно ходить. На самом деле, конечно, колонна тут не может лежать. Ну, и еще, конечно, каналы через весь город. Это все в следующем фильме. Вот об этих башнях я уже там подробно. Потому что это очень интересный, очень значимый. И вот это про пилеи, про пилон еще, называется торжественный вход. Вот здесь вот такая арка стояла. Видите, как она вот выглядит сейчас? Вот она. Осталось несколько колонн. Конечно, это крыша была. Потом, помните, я вам рассказывала, что вход – это очень важно. И к значимым местам вот всегда делали такие торжественные арки. Вот она, откуда традиция строить арки. Сейчас мы это не понимаем, не особо воспринимаем, зачем это было, такие усилия. Но мы возвращаемся, друзья, назад. Вот сейчас мы проходим с вами опять Нимфеум фонтан. Ну, в обратном порядке как бы все идет. И идем к входу, потому что фонтан находится. Вот здесь еще одна базилика. И здесь бани. Римские бани. Это все, что я сейчас перечислила. Друзья, это все в моих фильмах. Все прямо, если в правильном хронологическом порядке будете смотреть, то вы все получите представление, потому что у меня номера. Я специально это учла из самого начала своего блога. Все делаю под номерами. Друзья, мы выходим за территорию этого города. Конечно, здесь везде нужно производить дальше раскопки, потому что здесь тоже были поселения. Видите, какие-то постройки. Не поселения, а постройки. Но это, конечно, эвкалипты, волшебные деревья. Воздухом которых надо дышать, они очень очищают. Не только лекарственные, но и вообще воздух очищают. Друзья, это все руины, неизвестно чего. Они за границей как бы. Вот сейчас вы видите за границами города театр, который у нас с вами впереди. Самый главный объект, я еще не рассказала. Стадион я вам уже рассказала. А сейчас давайте смотреть. Вот так вдоль правой стены. Смотрите направо. Видите стена? Мы вдоль этой стены прошли с вами до самого холма. Вот сюда. Мы с вами прошли в моих фильмах. Но холм, конечно, тут... Это храм Артемиды. Там, видите, как будто бы. Его просто не нашли до сих пор. Но он совершенно точно. Он есть, потому что обычно на холмах такие вот культовые учреждения располагались. А вот это все жилые кварталы. Потому что людей, население большое было. Видите, вот как? С правой стороны мы полностью прошли ту стену, куда никого не пускают. И просто был шлагбаум открыт. Ну и как-то людей не было. Вот они две круглые, видите? Башни с арками, с такими крыльями. Это вот то, что Планкия Магна построила. Эллинистические вторые ворота. А первые ворота римские я тоже вам рассказывала в одном из фильмов. Но еще смотрим, друзья. Видите? На том плане, вот который... Ну, макет. Вы не увидели колонн. Потому что они внутри были. Ну и давайте чуть-чуть местность еще. Ну, буквально, буквально чуть-чуть совсем вокруг. Я тоже немножечко поснимала. Но вот мы идем совершенно, уже движемся к выходу. Друзья, конечно, приглашаю вас всех на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите что-нибудь мне. Потому что, ну, YouTube продвигает канал только когда есть лайки и есть комментарии. И просмотры. Итак, друзья, первый блог перге я заканчиваю. Приглашаю вас еще раз на мой канал. Ждите второй и третий блог еще этих фильмов. А с вами, как всегда, была ваша Евгения, друзья. И до новых прекрасных встреч. Субтитры сделал DimaTorzok